Ну а да, сейчас мы обсудим уже какие-то вещи, которые касаются международной политики и в том числе политики российской с политологом Иваном Преображенским. Он сейчас с нами на связи. Мы его слышим. Ирина, здравствуйте, Иван. У нас титр сейчас немножко перепутан, но мы это поменяем. Иван, мы вот успели обсудить ситуацию в Киеве, сослаться на New York Times по поводу эвакуации, возможной эвакуации жителей. Собственно, вопрос такой. Если рассматривать это как, ну понятно, что это такая экстренная мера, но в случае с Владимиром Путиным, вот эта самая возможная эвакуация, как будет воспринята Кремлем, могут ли они считать это успехом в контексте вот этих военных преступлений, этих бомбежек, которые происходили, могут ли они считать, что они добились своих целей? Я думаю, что безусловно, это и есть их цель. То, о чем практически открытым текстом говорил Николай Патрушев, когда еще война только начиналась, организовать огромную волну беженцев, новую в Европейский Союз, для того, чтобы Европейский Союз все-таки захлебнулся и не справился. Это их большая надежда. Ведь давайте говорить честно, не один Киев. Есть города, в которых инфраструктура уже практически разрушена, вроде Харькова, гигантские города, города-миллионники, из которых значительная часть населения уехала, но не вся. И одно дело летом, а другое дело зимой в таких городах оставаться. Поэтому только Киев 3 миллиона, а еще будут из других городов. Вот это наиболее корректно в этом случае было бы говорить. И, безусловно, это именно то, чего хочет Кремль показать, что он в состоянии заставить украинцев покинуть свою страну, показать, что он разрушил инфраструктуру, вызвать неизбежные недовольства среди хотя бы какой-то части населения и спровоцировать кризис в Европейском Союзе, как он очень на это надеется, когда Европейский Союз окажется, скажем так, не вполне способен принять эту новую волну беженца. Иван, тогда еще один вопрос, который касается Херсона. Вот мы сегодня видели публикацию на Медузе, они ему уже успели поговорить по поводу того, что Кремль уже потихонечку начинает готовить какие-то пропагандистские материалы о том, что мы были вынуждены отступить от Херсона и так далее. Вот вопрос у меня такой, насколько вам кажется, это похоже на правду, да, то есть действительно ли они уже как-то потихонечку готовят россиян к тому, что Херсон будет сдан, и каково вообще будет эффект сдачи Херсона, да, вот, для Владимира Путина? Это же очевидный удар по нему или совсем нет? Ну, смотрите, во-первых, сдача Херсона – это реальность последних уже полутора месяцев. Все, кто реально следит за ситуацией, постоянно следит за ситуацией, они уже свыкли с мыслью о том, что российская оккупационная армия вынуждена будет оставить Херсон. Что касается, собственно, Владимира Путина, то я, честно говоря, с самого начала во всех этих разговорах о том, что будет главным ударом по его рейтингу, серьезно сомневался, сомневаюсь и сейчас, что это будет действительно серьезным ударом по рейтингу Владимира Путина. А большинство россиян не очень в курсе происходящего по-прежнему. Да, мобилизация серьезно расширила количество тех, кого волнует российская агрессия в Украине, на территории России. В том числе увеличила количество тех, кто считает, что это не агрессия, а необходимая и неизбежная война. В том числе резко повысила количество тех, кто выступает за скорейшие мирные переговоры в России. Но, тем не менее, все равно это не большинство населения, кто всерьез этим интересуется и следит. Соответственно, для них будет придумана какая-то история. Мы, опять-таки, должны понимать, что публикация в «Медузе» это публикация информации и планов политического управления. То есть там условного Сергея Кириенко и иже с ним. Люди, конечно, являются ответственными за оккупированные территории, административно за них отвечают, но очевидно, что военные перед ними не отчитываются по оперативной ситуации. Когда там будет российский генштаб принимать решение, или генерал Суровикин, или Владимир Путин, кстати, что тоже весьма вероятно, на обоставление Херсона, мы не знаем. И, полагаю, Сергей Кириенко тоже нас на 100% не знает. Просто как любой администратор качественный, а он эффективный качественный администратор, к счастью или, к сожалению, скорее, он предпринимает все действия для того, чтобы очевидное неизбежное событие подготовить, приготовиться к нему, сделать методички, не знаю, напечатать бумажки, снять ролики, в зависимости от того, как он хочет, чтобы это выглядело. Соответственно, трагедии нету для Владимира Путина. Они отбрыкаются информационно. Ну, а с точки зрения войны, понятно, что это очередной разговор. Как раз-таки про информационную политику хочется поговорить. На днях Берлинский институт СИМАС опубликовал исследование, посвященное пророссийским конспирологическим нарративам. И, согласно ему, 40% немцев считают, что Россия была вынуждена напасть на Украину из-за провокации НАТО. Скажите, пожалуйста, как нужно воспринимать такие цифры и какие могут быть причины у таких убеждений? Ну, для начала, конечно, надо сказать, что это не на 100% репрезентативный опрос, как мне показалось, по крайней мере, то, что я смог увидеть относительно методологии. Поэтому мы можем спорить о цифрах, о том, насколько эти цифры корректны, потому что мне кажется, что там очень большая погрешность, больше стандартных 3%. То есть мы можем говорить о том, что это от 30% до 40%. Вот скорее так. Цифру 20-30% немцев, которые выступают против поставок вооружений в Украину, называл еще Олаф Шотт, федеральный канцлер, несколько недель назад. И это ни для кого не секретно. Что касается людей, которые разделяют эту точку зрения, здесь есть, очевидно, несколько групп. Здесь есть условные Путин-ферштейры, люди, которые изначально поддерживали Россию. Давайте вспомним, что в той же Германии от 3 до 4 миллионов русскоязычных и значительная, будем говорить откровенно, часть из них поддерживает Российскую Федерацию, поддерживает Владимира Путина. Мы не знаем, сколько точно, но мы видели всякие автопробеги с российскими флагами и так далее. Вторая история – это люди, которые страшно боятся ядерной войны. И страх ядерной войны отключает луну. Такая группа достаточно значительная есть сейчас в любой европейской стране, потому что Россия использует запугивание и шантаж ядерным оружием. И есть третья группа. Третья группа называется приблизительно так. Давайте все вернем, как было. Это люди, которые убеждают себя в том, что необходимо вести переговоры с Россией, потому что им кажется, что переговоры с Россией – это единственный способ для того, чтобы решить эту ситуацию. Соответственно, дальше они начинают придумывать предлоги для этого. Или выбирать из того, что им предлагает пропаганда, в том числе российская, а она достаточно хорошо проникает в Германию. Не надо думать, что ее там нет после того, как там запретили Russia Today. Мы видим, как сами россияне, например, работают с пропагандой. То есть в те моменты, когда им удобно, они в нее массово верят. На самом деле точно такой же эффект возможен в любой другой стране. Не надо думать, что россияне – это какая-то особенная нация, как говорил бывший министр культуры Владимир Мединский с лишней хромосомой. Счастью, население Российской Федерации – это не люди с синдромом Дауна массово, и они не имеют генетических сложностей. И, к сожалению, в Европе такие же сложности тоже возможны. Мы видели буквально с сентября, начиная массовые антиправительственные протесты в Чехии, от 30 до 100 тысяч выходили на центральную площадь в Фраге. Для Чехии это довольно много. И эти люди в том числе требовали, например, прямые энергетические отношения с Россией и поставки дешевого российского газа как можно скорее, потому что электроэнергия и газ дорожают. То есть мы говорим об обывателях, испуганных обывателях, находящихся в сложной ситуации, которые для того, чтобы отстаивать свою простую точку зрения «отстаньте все от нас и давайте вернем, как было», пытаются находить себе обоснования. Обоснования они, к сожалению, находят в этом российском пропагандистском нарративе. Поэтому да, я верю, что около 30%, может быть, несколько больше немцев, предпочитают верить в эту версию, тем более, что в любой европейской стране есть достаточно большой процент, скажем так, американофобов. Это и во Франции, это и в Германии. Опять-таки мы можем сравнить с цифрами, например, пророссийской в значительной мере, по своей риторике, партии альтернативы для Германии. А более 20% в отдельных регионах Германии она вполне в состоянии собрать. Добавим сюда немецких левых, значительная часть которых тоже симпатизирует Россия. Ну и обычных конспирологов, которые, может быть, настроены даже антипутински жестко, но при этом любят верить в конспирологии, а также в летающие тарелки, нет, и в плоскую землю. Вот эта вот вся совокупность может дать действительно более 30%, я полагаю. Причем, к сожалению, практически в любой, опять-таки повторюсь, европейской стране. А могут ли там быть в числе этих 30% российские мигранты, ассимилировавшиеся в стране? Ну и смотрящие, конечно же, по привычке, русскоязычное телевидение? Ну, безусловно, я с них и начал. От 3 до 4 миллионов русскоязычных проживают на территории Германии. Кто-то это русские немцы, кто-то это просто русские-русские, эмигрировавшие туда, кто-то люди, уехавшие по еврейской эмиграции, но это никак не сказывается на их политических установках. Огромная часть из них, это так называемая колбасная эмиграция, и у них очень слабые политические представления о России, о том, что там происходило последние 20-30 лет, многие из них уехали очень давно, судят они по редким туристическим поездкам туда или по российскому телевидению, как вы правильно заметили. 3-4 миллиона, это, конечно, не 30% населения Германии, а отметь, а значительно меньше. Но у них есть друзья, знакомые, соседи, между прочим, они могут ширить, что называется, этот российский нарратив пропагандистский. И отмечу, что я лично знаю людей в европейских странах, которые гарантированно пользуются интернетом, не смотрят российское телевидение, и тем не менее выдвигают именно вот эти аргументы, в том числе возможного заговора против России, потому что нынешняя ситуация их не устраивает, им не нравится то, что происходит экономически и социально в их странах, и они пытаются найти для себя максимально простое объяснение. Это война, в которую втянули Россию, в которую пытаются теперь втянуть нас, какие-то третьи силы, потому что мы же все здесь хорошие на самом деле. Ну что ж, Иван, спасибо вам большое, что нашли время выше к нам в эфир. С нами был политолог Иван Преображенский. Привет, спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!